Уфа готовится отметить свой 450-летний юбилей, до которого осталось чуть больше недели. Обширная двухдневная программа охватит сразу несколько площадок. Однако возникли изменения, которые могли спутать уфимцев. На специальной пресс-конференции жителям и гостям города рассказали, как же все-таки будет отмечаться юбилей столицы. Мы немножко ужали форматы, но мы понимаем, что мы не можем так же оставить горожан. Это не просто рядовой день города. Это юбилей, который проводится раз в 50 лет. И мероприятия для людей все равно должны быть. На фоне отмены массовых праздников в других городах Башкирии и России в Уфе решили урезать всю программу. При этом добавив, что юбилей Уфы – это не развлечение целиком и полностью. Все мероприятия направлены на патриотическое воспитание, на историческую правду, на рассказ об истории Уфы, на рассказ о великих людях и великих событиях, которые здесь проходили и проходят именно под этим флагом, именно с этими смыслами. То есть мы не воспринимаем юбилей города как развлекательное мероприятие исключительно. 30 августа на фестивале «Сердце Евразии» в амфитеатре перед конгресс-холлом «Таратау» Уфимцы смогут послушать Ваню Дмитриенко, Алексея Воробьева, группу «Пицца» и ансамбль «Харизма Беларусь». А вот от выступления Сергея Лазарева на этом мероприятии власти решили отказаться. Уже на следующий день, 31 августа, там дадут концерт другие артисты. 31 августа в «Сердце Евразии» выступят также наши артисты. Это проект «Зенедин», «Элвин Грей» приедет, мы ее считаем, своей нашей «Алсу». И также примет участие для молодежи. Мы пригласили группу «Хамали Наваи» и завершит программу 31 августа выступление народного артиста Башкортостана Николая Баскова. Программа с участием Олега Газманова, Екатерины Гусевой и Дмитрия Харатьяна останется без изменений. Их уфимцы смогут увидеть на сцене перед горсоветом. Кроме того, стало известно об отмене выступлений Гаррика Сукачева и Юрия Антонова на площади перед Дворцом культуры моторостроителей в Черниковке. Вместо них там споет Полина Гагарина. Еще раз акцентирую ваше внимание на том, что вся программа несет максимально патриотическое и историческое воспевание Уфы и нашей страны. Однако вечерними большими концертами все не обойдется. Например, 31 августа с 12.00 стартует праздничная программа «Уфа-юбилейная», в рамках которой мероприятия пройдут в парках культуры и отдыха Демский, Кашкадан, Волна, Нефтехимиков, Первомайский, в саду Аксакова, в Арт-квадрате и на площади имени Ардженикидзе. А за подробным расписанием всех праздничных площадок можно следить на сайте администрации города. То есть с 20.00 до 23.00, когда будет вечерняя концертная программа, возможно, будет перекрытие проспекта Октября. Мы сейчас прогнозируемое количество людей на вечернюю программу. Если понадобится перекрытие именно в сторону проспекта для обеспечения безопасности зрителей, то оно будет, но это максимум три часа, пока решение на рассмотрение.